Продолжение следует... Я не буду вас тут уже всякими императивными, диспозитивными нормами глушить, поэтому это будет просто простой рассказ простыми словами про то, есть ли вообще такая отрасль, как космическое право, что это, ну и какие-то такие основные положения наиболее интересные. Если говорить про то, чем регулируется космическое право, то есть основные международные акты о космосе. Один из них мы будем называть сокращенно Договор о космосе 1967 года, потому что большое название, нам оно не нужно. И второе — это соглашение о деятельности государств на Луне и при других небесных телах 1979 года. Сразу хочу сказать, что есть ещё различные другие акты, которые касаются спасения космонавтов, если они оказываются в беде. Есть акты ответственности государств, если вдруг там их спутник куда-то упал, кого-то убил или что-то разбил. Это всё есть. Но вот это основные акты, которые, в принципе, были созданы достаточно давно. Но и тут какой важный момент. В принципе, у нас на данный момент нет международных актов каких-то новых относительно космической отрасли. Хотя, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что космическая отрасль как раз-таки развивается достаточно быстро, достаточно активно. Но получается так, что государства в какой-то мере даже и не хотят торопиться что-то регулировать. Дальше я расскажу, почему. Есть очень важный момент в космическом праве — это космический суверенитет. Почему это важно? Декларируется договором о космосе то, что никто не может владеть космосом. Вот космос, он наш общий, и никто никак не может на него посягать. Но, я думаю, вы все сами прекрасно понимаете, что есть нюансы. Космос — это достаточно прибыльный объект, объект, который, в принципе, можно монетизировать настолько хорошо, что потом нам хватит денег сами улететь всем вместе куда-нибудь на Багамские острова и жить там очень хорошо. Ну, либо не всем, а только красивым. Вообще, если говорить о космосе, тут важно обсудить, что же считается космосом. И законодательство, не международное, некоторое, конечно, законодательство национальное содержит норму о том, что же такое космос, откуда он начинается. Но относительно международного права есть такое молчаливое джентльменское соглашение, что космос — это всё, что выше 100-110 километров над уровнем моря. Надеюсь, ничего не перепутало. И если говорить относительно того, что какие законы там действуют, действует международное соглашение, международные нормы и также национальные нормы. Но есть такой момент. Однажды некоторые экваториальные страны собрались в Боготе и решили обсудить, как же нам, ребята, заработать немножко на космосе, так как мы на экваторе, над нами находится орбита, по ней движутся геостационарные орбитальные спутники. И я гуманитарий. И они решили, что раз уж спутники движутся всё время над нами, то это как-то нечестно, нам нужны деньги. Пусть все те, кто эти спутники запускают, пусть они нам платят. Там собрались Бразилия, Эквадор, африканские государства. В общем, если вам надо, вы погуглите, я точно не скажу. Но ООО им потом сказалось, «Воу-воу, ребята, всё очень хорошо, но это полностью нарушает международные договорённости». И это получится очень хитро. То есть то, что вам повезло родиться, грубо говоря, повезло находиться по экватору, это не даёт вам никаких преимуществ. Но вот эти государства, они ещё очень долго пытались какие-то на эти варианты подсовывать. «А может, всё-таки как-то вот давайте, а может быть, если вот не деньгами, то там как-нибудь уже хоть чем-нибудь, то давайте нам какие-то скидки, налоги». Ну то есть казалось бы, ладно бы там Израиль был, но как бы нет. Как-то очень странно. Но есть вообще очень хороший человек, Барак Обама, который прямо… Я сейчас вам объясню, почему он прямо молодец относительно космоса. Он относительно космического права сделал огромный рывок, когда в США был подписан акт конкурентноспособности космического права. Значит, смотрите, ещё раз напоминаю, космос наш общий, все объекты в нём общие, астероиды всё общие, Луна общая, Марс общий. Что делает Барак Обама? Они подписывают акт о том, что если, допустим, вот молодой человек с первого ряда прилетит к астероиду, отщипнёт от астероида кусочек, этот кусочек астероида будет принадлежать ему. То есть сам астероид продолжает находиться, скажем так, в общем владении. Но тут ещё важное условие, что этому молодому человеку нужно быть гражданином США, потому что этот акт… Может быть, вам повезло, я не знаю. Потому что этот акт распространяется конкретно на граждан США. То есть очень получается интересная норма, и граждане США — это единственные люди в мире, которые имеют право, если они добывают какие-то ресурсы в космосе или от кисмических объектов, они имеют право собственности на них. Как я уже сказала, это не касается, допустим, если я отщипнула от астероида, статус астероида никак не меняется, но это уже интересный претендент. И относительно международного права и соотношения его с национальным получается так, что в принципе с этим законом США никто ничего сделать не может с этим актом. То есть они как бы так это себе подписали и подписали. Международные организации, международное законодательство в принципе не противоречат, потому что нигде не указано, что нельзя отщипывать кусочки астероидов или нельзя добывать золото на Луне. И тут важный момент, что нужно понимать, зачем, собственно говоря, этот акт водился. Это касается как раз-таки монетизации космоса, а монетизация всегда очень плотно связана с правом. Почему этот акт водился? Раньше инвесторам было не очень интересно, ну скажем так, вкладываться в развитие космической индустрии, потому что, ну очень хорошо, ребята, мы вложимся в добычу, ну чего-нибудь добычи, там не знаю, угля на Венере, там, наверное, нет угля, ну не думайте об этом. Но получится в итоге так, что мы вложимся, мы добудем этот уголь, привезём его на Землю, а окажется, что как бы он нам не принадлежит. И поэтому вот это очень хитро, это очень умно, но опять-таки, насколько эта норма будет действовать, пока сложно сказать, потому что пока никакой конкретной добычи ресурсов от астероидов в космосе не проводится. И возможно, когда всё-таки там правые американские граждане или молодой человек с первого ряда полетит, всё-таки добывает что-то на астероиде, то возможно всё-таки международное сообщество задастся вопросом, что как-то надо что-то изменять с этой нормой. Спасибо за картинку Диме, который сказал, что очень нужна эта картинка здесь. Поэтому если вам это кажется не смешным, это как бы всё он, а не я. Это смешно. Ну хорошо. Значит, смотрите. Белорусское задание законодательства про космос, оно вроде и есть, а его вроде и нет. У нас есть воздушный кодекс в Республике Беларусь, который каким-то образом регулирует законодательство о воздушном пространстве, но на самом деле там нет понятия космоса, нет понятия космических объектов, ничего нет. И то есть для нас эта отрасль является в принципе несуществующей. Но тут есть один момент относительно космических объектов. Я имею в виду вот эти вот все ракеты, все вот эти вот спутники, вот эти все штуки. Относительно белорусского законодательства все они являются объектами недвижимости. Вот знаете, вот иногда любят все шутить, что вот там, или возмущаться, что вот на онлайнере статья про упавших самолёт в разделе недвижимости. Вот же они вот такие вот, как это так? Но на самом деле самолёты, ракеты, вот такие все достаточно большие объекты, которые подлежат госрегистрации, у нас являются недвижимым имуществом. Поэтому у нас белорусское законодательство о космосе фактически регулируется гражданским кодексом. То есть это кодекс, который касается имущественных правоотношений граждан. И больше у нас ничего нет. То есть если вдруг тут среди вас, я надеюсь, нет юристов, которые могли бы инициировать, допустим, написание законопроекта о космосе, то, возможно, тогда бы Беларусь стала бы, наверное, одним из государств на постсоветском пространстве, одним из немногих, у кого такое законодательство было бы. Тут есть один интересный момент, что, например, в Украине у них относительно космоса есть статья о Конституции, которая причём регулирует, что космическое законодательство в Украине, оно подлежит, скажем так, регулированию не международными нормами, а нормами непосредственно, скажем так, украинскими. То есть тут они как бы, хотя казалось бы, в общем, куда-то они полетят. Значит, да, вот космос, как нам известно ещё с советских времён, всё делалось в имя прогресса, в имя развития, но важный вопрос с правовой точки зрения относительно космоса и оружия в нём. Запрещено всеми международными договорами размещения военных баз в космосе, запрещено размещение ядерного оружия, оружия массового поражения, но при этом есть нюансы. Допустим, в космическом пространстве можно пролетать межконтинентальным баллистическим ракетом. То есть это никак не запрещено. Также космонавтам разрешено иметь при себе оружие. До недавнего времени российских космонавтов у них в их аварийный набор входил пистолет ТП-82. Это не год моего рождения. Сразу хочу всех предупредить. И в принципе оружие в космосе иметь можно, это не запрещено. То есть иногда даже считается, что по некоторым внутреннему законодательству государств иногда даже и можно, чтобы оно было у космонавтов. Но получается так, что убивать можно, но чем-нибудь одним и маленьким, а вот большое нельзя. Но в то же самое время сейчас нарастают такие настроения, о том, что начинают обсуждаться вопросы, что может все-таки мы разрешим, а вот как было бы здорово проводить испытания. Но на данный момент все эти испытания строго запрещены. Поэтому если вы вдруг узнаете, что ваш сосед проводит испытания в космосе ядерного оружия, пожалуйста, обратитесь в милицию, проявите свой гражданский долг, свою сознательность. И весьма такой романтический момент. Это право марсиан на Марс и право иных инопланетян на их планеты. Вам смешно? А на самом деле шли разговоры в XX веке, когда космическая отрасль развивалась, об обязательном закреплении в договорах пункта о том, что если вдруг на Марсе или на другой планете будет найдена какая-либо форма жизни, то земляне должны оставить все притязания на эти планеты. Но опять-таки законодатели все сказали, что ребята, так вообще нам неинтересно, потому что мы тут все можем потерять. Но эта идея, она до сих пор поддерживается некоторыми такими, знаете, романтическими юристами, которые были воспитаны на Солярисе, на других хороших книгах. До сих пор продолжает идти обсуждение того, что в принципе, если будет найдена даже форма жизни бактериальная какая-либо, то в принципе земляне не имеют права никакого претендовать на планеты. Но пока законодательство такое. И важный момент относительно всего этого с правом, с космосом, относительно суверенитета — это то, какое законодательство действует в космосе. Если, допустим, Республика Беларусь запускает какой-либо космический объект, этот объект зарегистрирован в Республике Беларусь, то там действует законодательство белорусское. То есть если что-то происходит, не знаю, кража, имущественное правоотношение, гражданские правоотношения, два космонавта взяли и поженились, то там действует законодательство белорусское. Но тут важный момент с МКС. Все же знают, что такое МКС? Молодцы! МКС — это коммунальная квартира. То есть там на самом деле, это же не то, что там какой-то единый объект, который принадлежит, допустим, Китаю. То есть есть различные блоки, которые принадлежат различные отсеки, вот эти вот подлетают, эти штуки. Они принадлежат различным государствам. Получается так, что на МКС нет единого государственного статуса, нет единого законодательства. В каждой части, которая принадлежит различным государствам, действует государство, скажем так, той страны, которой этот объект принадлежит. И тут на самом деле это огромная почва для детективных книг, сериалов, допустим, про убийство кого-нибудь на МКС в одном отсеке и гражданина другой страны, потому что тут будет коллизия норм права, и тут будет интересный момент с тем, какое право применять. Допустим, у нас касаемо даже уголовного на земле, когда кого-то, гражданина Беларуси, если убьют в Польше, там будут свои нюансы. Убьет его гражданин России, то там вообще будет веселье. Но не в этом смысле. И поэтому тут на самом деле это очень важный момент с тем, как это все соотносится. Ну и самый простой момент, я там еще успеваю, я тороплюсь. Знаете, казалось бы, в 2016 год я вбила в Google купить звезду, купить планету, и я просто думала, что это все осталось в 90-х. Но нет. Существует огромное число организаций, которые под видом какого-то звездного союза Российской Федерации, имени каких-то людей, они предлагают зарегистрировать звезды. Еще самое страшное, что есть люди, которые это делают. То есть я, когда гуглила, я находила какие-то форумы, где писали, ну вот я там своему мужу подавила звезду. Я как бы думала, что ну как-то вот, наверное, это уже не существует, но нет. И почему мы говорим про мошенничество? Потому что нельзя купить звезду, нельзя купить название звезды. Начнем с того, что все названия звезд регистрируются в едином органе. Это международные, по-моему, страна какой-то там союз, простите, не вспомню. И все остальные органы, которые как будто бы продают эти звезды, их названия, на самом деле просто мошенники. Ну и вообще, я думаю, тут Никита менячу, что потом поправить. Сейчас звездам, в принципе, редко дают названием, сейчас присваивают только номера. А название как бы звезде дают не звездам, а вновь открытым объектам. Ну вот, видите, какой Никита умный. Хорошо, что он тут есть. И получается так, что, в принципе, когда вам предлагают купить звезду, продать звезду, это ничто не иное, как мошенничество. Во-первых, тут действует еще принцип Кота Матроскина из Простоквашина, потому что, чтобы продать что-то не нужно, сейчас нужно купить что-то не нужно. То есть продавая планету или Землю на Луне, возникает вопрос о том, как у собственника, который пытается вам продать, возникла правособственность на этот кусок Луны. Но на самом деле просто я бы про это не говорила, если бы я увидела, что это не актуально. Но я надеюсь, что вы тут все понимаете, что это в принципе нельзя ни у кого покупать название звезды и Луну. Но есть люди, которые в это верят, что до сих пор можно что-то купить и прикупить. Мне кажется, что у меня, наверное, все.